Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Лидия. Сегодня я опять на нашем канале с моей дочкой Дашей. И по... как она мой продюсер, режиссер, креативщик и так далее и так подобное, она порекомендовала мне сегодня поговорить о животных. Тема эта благодатная, неиссякаемая, она нескончаемая и всегда пользуется интересом и спросом. Мы с удовольствием с Дашей смотрим любые видеоролики, забавные, которые укладываются на тех или иных каналах, неиссякаемая удовольствие, будем так говорить. Но поскольку мое основное амплуа, так сказать, на этом канале это криминальная история, так я пару слов скажу о том, с чем мы... с чем мне лично пришлось столкнуться, так сказать, в работе с помощью животных. Ну, собак, в принципе, конечно. Ну, я уже рассказывала, помнится, о некоторых делах, когда собаки, овчарки, конечно, восточно-верпейские, выступали в качестве охранников, безусловно. Это при конвоировании, на правилах, естественных действий, особо опасных преступников, будем так говорить. Ну, вот, не поскромничаю, что, наверное, я все-таки была чемпионом при использовании, поскольку этих собак в качестве охранников, поскольку дел, как бы, было много таких, где фигурировали такого рода преступные элементы. Очень такие, серьезные, можно сказать, собаки, так это с опасочкой. Всегда я сама командовая парадом, так сказать, при производстве следственных действий. И мне запомнилось... Да, вот еще. В свое время, когда еще, ну, криминалистика, так сказать, не пользовалась компьютерами и прочими общими данными, собаки использовались, ну, сами знаете, читали, видели по кинофильмам, как ищейки, будем говорить, которые берут след. Но это чисто оперативное мероприятие, то есть кинолог выезжает где-то непосредственно после совершения преступления на место, и собака, значит, берет след и пошла по следу. Найдет ли она, это вопрос другого порядка. Но у следователей, так сказать, вот такие оперативные данные, они как бы ни о чем. Это только след и больше ничего. А там уже по месту будет задержан, не будет, возьмут какие-то данные, не возьмут. Это дело уже десятое. А вот, чтобы уголовное дело, так сказать, втащить в качестве доказательства, здесь нужен процедуальный источник. Собаки в питомнике были, вот, подобного рода ищейки тоже, они использовались зачастую. Ну, вот охота была как-то вот узаконить в уголовном-то деле участие. Ну, не будешь же признавать, извините меня, собаку специалистом. У нее как бы и диплома нет, и паспорта, и так далее, и того подобное. Хотя использование при производстве следственных действий специалисты допускается. Но я не говорю уже об экспертом. И пришла мне в свое время такая мысль, а не использовать ли в качестве специалиста положенную кинологу. Он же обладает специальными познаниями, у него есть документы, что он как бы дрессирует, он понимает, он поясняет, что это такое делает собака, почему она вот так вот себя ведет, а почему у нее это. И у меня пару-тройку было вот таких вот дел, когда изымали мы с места преступления запаховые следы, а это значит нужно герметичную стеклянную желательно банку, то есть сюда помещается либо какая-то вещь, либо просто запах, и герметично упаковывается, чтобы голос туда не проникал. А потом уже смысл такой, что много еще банок со всякими разными следами, среди них и вот это вот, изъятость с места происшествия. И вот собака, значит, управление, будем так говорить, кинолога, ей дается команда, что нюхай, ищи, ищи вот именно тот запах, то есть тот, который мы сможем идентифицировать с лицом подозреваемого совершения преступления. Это тоже соответствующим образом оформляется. И вот собака, значит, проходит, там, 10 положим банок, останавливаясь около одной и положим гавкой, либо еще какой-то сигнал подает. Вот специалист при этом говорит, поясните, что это такое, чуть-то смачка говорит. Он говорит, а вот она, значит, обнюхав вот такие-таки 10 объектов, она вот именно около этого остановилась, и поскольку ей давали до того несколько запаховых следов подозреваемого, то вот именно тот, который изъят с места происшествия, именно ему он и принадлежит. Очень хорошо мы составляем протокол, ну, будем так говорить, осмотра с участием специалиста, кинолога, там, собаки под кличкой такой-то, такой-то, которая вот так-то, так-то обучена. И, вы знаете, суды, ну, может быть, они не столь пристрастны были, это достаточно интересно, но они вот подобного рода следственное действие принимали в качестве доказательств, и они чуть ли не были иногда основополагающими, на которых уже базировались и иные какие-то косвенные доказательства. Это так называемые адрологические вот эти вот следы запаха. А потом уже, конечно, компьютеры, то все, пятое-десятое запаховые следы изымается, и потом уже с помощью техники закладывается там по программе уже в компьютер, там не надо, так сказать, никаких каких-то особых познаний, тетя-то как лаборатор выступает и выдает заключение. Это уже адрологические экспертизы, будем так говорить, направляя на запаховый след, и тогда уже он, как эксперт, выступает и дает заключение о принадлежности того или иного запаха тому или иному лицу, либо там еще чему-то. Мне вспоминается еще одно дело. Попало оно ко мне и приняло его к производству достаточно угробленным, но, как это часто бывало, доказательств по нулям даже при производстве первоначальных следственных действий, дело такое долгоиграющее, длительное, то есть прошло уже года 2-3, наверное, речь шла об ОПГ, так называли организованная преступная группировка. Сами понимаете, что доказать существование ОПГ достаточно сложно. Мало, так сказать, кто идет на контакт со следствием, с оперативниками, будем так говорить, закладывает всех и вся, кто в чем, куда и как, чтобы можно было как-то это потом зафиксировать. В оперативном плане они существовали, то есть оперативное дело возводилось на каждую ОПГ, как-то прослеживали, что-то как-то там предупреждали, ну и все. И вот попало вот это вот дело, на счету которых были убийства и прочие дела, но потом как-то их разбили, будем так говорить, эту группировку, и за те или иные незначительные такие преступления усадили места лишения свободы различного рода. И вот я когда приняла дело в производство по указанию прокурора, ну-ка, поищите-ка, ну-ка, вот, значит, проводите комплекс следственно-оперативных мероприятий, и в том числе были данные о том, что эта группировка обладала, ну, достаточным количеством оружия, и автоматов, пистолетов, взрывчатых веществ, гранаты там, и т.д., но достаточно большим, ну, по нашим меркам, будем так говорить, и с республиканским, в те времена еще это все было как-то внове, это был единственный, можно сказать, экземпляр. Ну, вот, добыли мы, значит, путем допросов там и прочих торгаржевских сделок с некоторыми членами группировок, припертыми уже тем или иными, ну, не заточный ставок и так далее, получили сведения о том, что вот это оружие, оно спрятано где-то в районе моста через реку Юнисей. Ну, что такое Юнисей, может быть, не все знают, но знают, что это достаточно большая, самая большая река в Восточной Сибири, да и в Западной тоже. Ну, и мост через нее, а это, значит, и вот эти вот сваи, эти тумбы, с той стороны и с другой, расстояние достаточно огромное. Где копать, как копать? И вот привели, помню, собачонку, собачонка такая небольшенькая, типа спаниельки, может, даже дворняшка какая-то. Но вот как-то ее обучили на поиск оружия, то есть на запах вот этой смазки оружия, взрывчатых веществ. Вот, причем она зарекомендовала себя, это вот, собачоночка-то, и уже в местах боевых действий, в том числе в Чичкине положила. И неоднократно выводила наших солдат на места, так сказать, заминированных и так далее, что очень, весьма помогало и было необходимо в тех боевых условиях. Вот эту собачку нам и выдали для пользования. Мы управляем это, как будет, с участием специалиста-кинолога, который объясняет, что так и так, так и сяк. Мы начинаем осмотр, ну, с участием видеокамеры и прочих технических средств. Тут криминалисты, тут, так сказать, специалисты взрывотехники, ну, и так далее, и тому подобное. Толпа целая. Начинаем обследовать. И вот один из участков, там как раз огромный, это вот, тумба-то, или как это, столб такой называется, на котором базируется один конец моста. Собака начинает тяпкать, грести, значит, лапами. Вот тут, вот тут где-то так. Начинаем кахать, опа, есть. Вот, вырыли мы впечатляющий, так сказать, набор оружия, автоматов, патронов целой оцинки, там, гранаты, и т.д., и т.н. Ну, впечатлило меня это, весьма впечатлило, да. Другое дело, когда ты смотришь, там, читаешь о чем-то, что-то как-то, а вот когда ты непосредственно воспринимаешь вот эти вот события со своим участием. Другое дело. Вот. К сожалению, печально очень, я потом услышала, что эта собачка, не помню даже ее кличку, в очередной раз из своих вояжов, так сказать, в Чечню погибла. Как-то вот так получилось, что она подорвалась на мир. Очень жаль. Прямо-таки до слез. Я вообще, у меня какая-то психоэмоциональная ловильность в отношении животных, и Даша над мной смеется, дочка, говорит, тебе это, чуть маленькая, и ты уже рыдаешь. Ой, рыдаю. Вы знаете, вот черно-вимбелое ухо, помню фильм, все его знают, или ко мне Мухтар, ну, прям обрывелась. Каждый раз, сколько бы ни смотрела, я прям слезами заливаюсь, и все. Читаю что-либо, вот на мидне мы уже говорили, Даша, родная душа Семенова, там, и прочее. И вот рыдаю, прям слезами обливаюсь над этими бедными душами, когда печально заканчивается судьба той или иной собаки. Ну, и теперь перехожу к своим, то есть наши животные самые лучшие, безусловно, хоть мы с удовольствием смотрим, слушаем и так далее о других животных, но наши-то, безусловно, члены семьи, они родные, вот воистину родные души, и потому вот как бы о них немножко. Хочу сказать, что судьба, так сказать, многих животных была достаточно печальной. Я уж не знаю, вот квартира, она была выделена мне в свое время от прокуратуры на самоотделку, то есть это бетонные стены и все, то есть окна, двери, все, и бетон. И поэтому я собственными, так сказать, пальцами, не был еще специалист, я все это, четвергкомнатная квартира огромная, все эти дыры, все это штукатурило, все это белило, шпаклевало, ну, работа была целая куча. Казалось бы, новая квартира здесь не должна быть, но в те времена, еще в 90-х годах, как-то обеоэнергетики не были монослышны, в том числе и я, а гео-газонных тем более ничего не знали. Вот она, моя красавица, здесь, и, и, тёпочка, тёпочка моя, тёпочка, да, моя красавица, да, моя любимица. Вот, это наша тёпина, это уж непременно при съемках она должна присутствовать. Да так вот, и, тем не менее, значит, ребёнок мой, Даша, дочка, будучи малышом, ну, все дети, естественно, конечно, это животное какое-нибудь, собачку, кошечку, птичку, хомячка, того-всего, были у нас все, будем говорить, были и попугайчики, были у нас и хомяки, были и рыбки, и всё это как-то вот потом издыхало, хотя бы уход был, и всё это ухаживали мы, но, тем не менее. Печально всё это было, было несколько кошек, и, вы знаете, два балкона, значит, в квартире, вот один из балконов, он как бы двойной, то есть с соседями один, перегородочка такая бетонная, знаете, вот такая пологая. Вот с этого балкона, что только откроешь, вот эти вот коты, мы уже даже как-то здесь вспоминали, сколько же котов-то у нас убилось, вот, вы знаете, вот на этот бортик-то, так сказать, вспрыгивают, и потом лезть, и падают, девятый этаж всё-таки, древеский, конечно, жаль, великий жаль. И вот так, значит, их было несколько. И не только у нас, а у соседей, понимаете, бабушка за внуком ухаживала, внук-то с очень великовозрастной, как это и учился, родители в Монголии, вот она, значит, блюла его. Кот у них был, Васька, помнится, первый жених нашей лорочки, кошечки, единственный приплод был, и тоже вот таким же образом убился. Уж так горевала старушка, так горевала. Вот такая вот незавидная судьба была у этих животных. Потом, значит, у нас сын Андрей умер, потом муж мой, отец Даша, Лёнь, частная небесная, тоже умер. И вот тут как-то призадумались, что-то непонятное. И сестра моя говорит, Ленушка, однако надо осветить квартиру, это вдруг поможет. Ну, надо-надо, привезли священника, осветил, как бы всё это с той поры как бы прекратилось. Не знаю, уж это помогло или что-то другое. Тем не менее, вот сразу после этого дочка принесла кошку чёрную, с белым галточком, рисочку, лурочку незабвенную нашу. И вот прожила она у нас 15 лет. Ну, возраст достаточно, так сказать, солидный для кошки. И вот три года назад она умерла от старости. Как мы её не таскали, мучили бедную целое месяц, и капельницы, и уколы, и так, и так, и так, и так. Тем не менее, умерла с почтей, мы её похоронили. Но, тем не менее, вот у Даши она неизгладимое след оставила. Ну, понятно, 15 лет – это не один день. Мы настолько к ней привыкли, настолько она была нам ко двору, ко душе, что вот так вот. И вскоре, вернее, вот уже 11 лет назад, по старшеству, значит, до этого у нас были собаки две. Была овчарка, и вот, знаете, в один далеко не прекрасный момент, мы пошли с ней в магазин, я нагруженная пакетами, я оставила её около подъезда, говорю, сидеть. Я быстренько на лифте поднялась, сумки оставила с продуктами в коридоре, тут же спустилась, собаки нет. Вот увели каким-то макаром, я уж не знаю, у меня бывают такие спецы, как-то вот специально приманивают, как она пошла с чужим человеком, те ременьи, как мы не искали, как мы их. Нет, и пропала овчарка наша. Потом решили завести боксёра, ну, породистого чищенка такого, уж там вот какого-то тогда бум такой был на домашних животных, непременно породистых. Еле-еле дождались своей очереди. Вот, значит, у нас боксёр. Там уж все прививки всякие, купирования, эти прогулки, витамины, уколы, бог знает что. Всё это соблюдали от и до, но, тем не менее, очень уж нежные эти породистые собаки. В 5-месячном возрасте подхватило энтериэт, буквально в течение суток сгорело. Мы даже не успели ветеринара вызвать. Да, в общем-то, как говорил ветеринар, что, вряд бы, что-то тут помогло. Похоронили собачку. После этого, вот, дальше, значит, смотрю, так это, значит, дочка, вот собачка. Я, нет, были плавали, ай-яй-яй, собачку, ай, истерики. И, в общем, короче, несмотря на всякое мое сопротивление, собачку вот эту вот она и принесла. Назвали мы её Кэрри. Ну, будем так говорить, мать у неё как бы спаниель чистокровно, а с кем скрестилась непонятно. И получилось вот такое чудо-перехо, знаете, только уши спаниельские развиваются, а сама она лохматая, как вот медведь. Лохматая-прелохматая, тёрная, и глаз не видно, и всё это вот такое. И как мы с ней не прогуливались, я замоталась уже всем рассказывать. Всем интересно, что за собачка, что за порода, я всем рассказываю. Собачка, мамочка у неё спаниелька, как бы, отец неизвестен, вот так. Как она смотрит, я говорю, ну, видимо, она ориентируется, как летучая мышь ультразвуком, поскольку всё это морда занавешанного в неё шерсти вот этой самой. Вот. Ну, собачка, надо сказать, несмотря на сколько она, будем так говорить, дворняга, особого ухода не требует, никаких прививок, никаких этих самых всякостей. Слава Богу, вот после пор она уже 11 год с нами в нашей семье, и ничего такого сильно с ней не случалось. Правда, в прошлом году пришлось там к ветеринару по другому поводу совершенно обратиться, и она так это, молодая, говорит, то у вашей собачки злокачественная опухоль грудной железы, задняя. Я там чуть около столика, чуть не рухнула смотрового. Как? Она, ну, вот так. Вот пока идите, мы тут в клинику, какую-то крутую, я её повезла на такси, надо УЗИ сделать. УЗИ сделали. Да, у неё злокачественная, причём с метастазами уже матку, нужно делать операцию, причём два приёма, собачка пожилая достаточно, не вынесет. Болезненная операция, нужно вначале внешнюю убрать, потом ещё, пока заживёт, ждать внутренние, ай-ай-ай. Мы в трансе. Мы в трансе, повели мы, пока собаку... Ну, у нас тут у Тантельмана наша ветеринарная клиника, мы уже 20 лет всех животных подзаскаем по тому или иному поводу. Прихожу, говорю, Валентина, ну, достаточно опытный ветеринар, говорю, так, и так, и так, и так. Она говорит, да, злокачественная опухоль есть, но оперировать ни в коем случае нельзя, потому что там задние вот эти вот грудные железы, там опухоль у одной вначале, другая тоже начала. Если здесь проопринировать, непременно попадёте на лимфоузию, без этого никак. А лимфоузию повредите, значит, вся жидкость пойдёт в задние лапы, и всё, это отёк, и собачка месяца не проживает. Я, ой-ой-ой, боже мой, что делать, делать-то что нам? Ну, вот, рекомендую уколы, вот такие, это нового покорения повышает иммунитет, то есть всё, пятое, десятое, можно попробовать, а ну, решайте сами. Как решать-то, как решать-то? А там-то, говорю, в этой клинике, они-то что, совсем безмозглые, почему сказали-то вот так? Ну, деньги. Вообще, отвратительно, конечно. Вот так, такие проблемы. Да к тому же она и фельдшер, ну, хоть она и фельдшер, но она же должна понимать, где лимфоузел, где чего можно или нельзя, каковы последствия, ну, были мы весьма тогда просто озлоблены, да что ж такое делается, ну, нельзя же настолько-то, в конце-то концу. Начали колоть, ее уколчиками, три месяца мы ее водили, очень болезненно уколы, бедняжка прямо же визжала. Но, тем не менее, мы даже решили так, как-то прослышав, что если что-то не так в твоей жизни, ну, у людей положено, да, то нужно сменить имя, вот сменить и всё, то есть и жизнь тогда повернется по-другому. Мы завтра же говорим, ну, давай попробуем. Была она Кэрри, а когти у нее, полинолиума она бежит, это тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп, мы назвали ее тёпо. Вот уже, так сказать, два года она у нас перекрестилась, вы не так говорите, она у нас тёпо, не знаю уже по этому, по уколам ли, или по тому и по иному, ну, как бы вот эта вот опухоль, она или капсулировалась, или что, может метастазы не дали, не внутрь, но по-тёпу собачка пока вот два года живая, здорова, относительно аппетита, в отсутствии не страдает, весела, вот, и жизни мы не представляем без неё. Её мы как-то месяца два назад, я отвела её на стрижку очередную, парикмахеру ветеринарному, ну, процедура, да, там, когти, стрижки, уши, всё это, зубы, там, все эти обиходы сразу, комплекс мероприятий, где-то часа четыре занимает, я её оставила, сейчас домой тут даже с работы приходит, собачки нет, мы настолько привыкли, что она кидается сразу, прыгает и скачет, и настолько радуется, что, ну, просто вот, ну, пустота, вот, пустота, вы знаете, нет члена семьи, и это настолько, вот, непривычно, это невыносимо просто-напросто, да. Привязанности. Вот, помню, был такой случай, методический гараж у нас вдалеке, и каждую весну, значит, осень я там уборку затеваю, это как-то мы, она ещё молодая была собачка, наверное, у готики всего был, мы с ней пошли в гараже управляться. И вот, значит, я сунулась в угол дальний, смотрю, там что-то серое, знаете, вот такой с футбольным мяч, серое, что-то вот такое, знаете, как вот капуста бывает, высыхает листья, превращается, как пергаментное такое, да, вот, типа такого, думаю, что, капустный вилок, что ли, здесь по осени оставил, он потом замёрзся, теперь уже, ну, как бы весна, уже, и он, я, значит, сунулась, я его потревожил, а это оказалось осинное гнездо, причём огромное вот такое осинное гнездо, по всем правилам, значит, построенное, и оттуда рой ос. Боже мой, как оттуда выметнулся этот рой ос. Ну, я ай-ай, машу руками, кого там махать, на собачку тоже, пару-тройку ей раз, видимо, досталось, в нос там куда-то, как собачка эта понеслась, невзирая, так сказать, была без поводка, она неслась, она обычно так потешно летит, она когда обросшаяся из себя, она чистый пылесос, она летит, за ней вот клубок, да и пыли она всей подбирает, поскольку низкая, и всё это, чуть ли не до земли, вся эта шерсть, ну, то ещё зрелище, и уши развиваются, как у слонёнка этого бэмби, или оленёнка бэмби, и она как понеслась, я за ней, гараж ей не прикрыла, я бегом, так она вперёд меня, через дороги, невезирая там, бог милого, вот так за эти машины и прочее, она машине и боится, ещё неученная, ей плевать, то есть направо-налево, посмотрите, это не про неё, она ломится через дорогу, или куда-то без всяких ягип, несётся, пока я добежала, она без лифта на девятый этаж взлетела, пока я там бежмя, догнала, она уже около нашей двери сидит, но, жаловалась, конечно, она обычно жаловалась, когда на дне измывается, стригут там и когти, и прочее, это больно, она, у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Жаловалась, жалеем, тогда хорошая, хорошая собачка, молодец, молодец! Был ещё случай, особенно в прошлом году, наверное, привезла, ну, как всегда, мы положим за дочкой, и едем на машине, если собачка, естественно, со мной, приятно, с полезной прогулки. На заднее сиденье я спрыгиваю, и едем. Приехали мы к дому, и почему-то понадобилась мне машина отогнать в гараж. Я Даша говорю, Даша, собака, идите домой, а я в гараж. Я сажусь в машину, собака уже выведена, естественно, сажусь, завожу ее, собака, Даша, Дема, домой? Какой домой? Я трогаюсь с места, собака, ой, горе, бросили, бросили, неизбежно, а то, что хозяйка, вот она, та-то, вторая, пойдем, пойдем, какой там? Бежать, она не слаза за моей машиной, просто невероятное количество, Даша там оборалась, кричала ко мне, ко мне, домой, домой, не-не. То есть настолько вот, откуда вот этот комплекс, не знаю, неоткуда можно сказать, из той жизни, что ли, что боится остаться одна, что ее бросили, и вот эта вот радость, когда ты буквально на пять минут отлучился из дома, возвращаешься, там неимоверная радость, ой, пришла, ой, ты здесь, ты со мной, и все прекрасно, удивительно. Вот как бы так. Кошка. Наша кошка, то есть на место незапредной Ларисочки, дальше, значит, и год назад принесла как раз под Рождество кошечку нашу, назвала ее Лисави, действительно, как лисичка, такая рыженькая, пёстенькая, хотелось, конечно, чёрненькая, но тем не менее, вот такая вот, тигрёнуш такой у нас, полосатенький чутка, весьма забавная, ну, даже, конечно, приоритеты с Ларисой остались как-то на, так, мне кажется, что особо лису, ну, любит, конечно, и прочее, но вот, как-то вот, душа, ее осталась половинка, какая-то щичка именно с Ларисой, ну, лиса, конечно, забавная, до невозможности, махоньку принесли, ну, месячная, совсем комочек такой, мы говорим, ну, как ее, например, собака наша распримет, все-таки, новое животное, мало ли чего, Даша держит лису на руках, я, значит, придерживаю собаку, взяли мы, около себя, Терпина на поводке, значит, так, спускаем, тихонечко, Даша ее спускает, на пол Терпина, так, немножечко к ней подвигается, так, что это такое? Наша лиса, месячная, лезь ее мордой, в смысле, лапой по морде, то, о, ну, нифига себе, я тут хозяйка и прочее, не же, значит, вот такой, можно сказать, пришлый, ну, вот так, вот такая вторая хозяйка появилась, поэтому, достаточно, забавно за ними наблюдать, как они носятся друг за другом, как лиса, значит, принимает боевую стойку, и по морде ее, и так далее, и прыгает там, все эти боевые стойки, достаточно забавно все это наблюдать, любимая забава, это залезть под одеяло, под подкрывало, под половичок, и выглядывать, или не выглядывать вообще, коробки, любая коробочка, только она появилась, там посыдочка пришла какая-то на полу, о, коробочка, коробочка, быстренько прыг, сидим в коробочке, хорошо, чудесненько, или пакет, там целлофановый, неважно, в пакет, мы тогда забираемся, и оттуда выглянули, либо нет, любимая, значит, забава. ну, не могу сказать, не могу не сказать, а собаке еще, ну, они вообще-то животные, конечно, ревнивы, но, вот, наша собака, весьма ревнивая, не дай Боже, при ней, например, мне дашь обнять, дочку, все, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а, там начинается подпрыгивание, эй-эй, это что такое, или засмеяться, вот не любят, когда мы, начинаем хохотать, начинает лаять, То ли она, может быть, как-то на смешку с собой воспринимает этот ход, хотя и вовсе даже не по поводу её. Тем не менее, не любит. Ну, ещё, ну, это на многих, наверное, собак различного рода петарды, фейерверк и прочее, это просто внеистовство её приводит. Она тут прыгает, лает, носится по всей квартире, на неё это происходит ужасно. Ну, где-то гром, если громкий, она тоже воспринимает, как петарды реагирует вот таким макаром. Ну, а в общем-то, достаточно мирно уживается наше животное, и поэтому, конечно, дальше ведёт в фото-виде летопись любым позам там, играм, каких-то забавным случаям. Всё это у нас регистрируется с давних пор, всё это складывается. И, напоследок, хочу сказать о моей неизбывной вине в отношении одного ещё животного. Несколько лет назад, года три, наверное, Дашу вдруг захотелось птичку, ещё одну, канарейку. Ей подарили на день рождения канарейку, клетки, там всё, Даша ухаживает, там моет эту клетку, кормим мы и прочее. Я ещё не могу не сказать ещё в отношении вот этой канарейки, когда её только принесли, эту канарейку, а поставили в кабинете у Даши, где компьютер и прочее, на письменный стол. Ну, естественно, в кабинете двери закрывали, там никого, но если Даша положена там, то, понятное дело, что дверь открыта. Я никогда не забуду, это всё запечатлено. Значит, когда собака, она, в общем-то, небольшого роста, письменный стол, ну, знаете, стандартный письменный стол, который принесли, боже мой, это что такое, птичка, птичка, она же как бы охотница такая. Она передними лапами встала на стол, вытянула себя полностью и созерцала. Вы знаете, не меньше трёх часов, не двигаясь, вот не двигаясь, не отлучаясь, она следила за каждым движением этой самой птички. Невероятно. Ну, кошку мы, конечно, постоянно сгоняли с этого, потому что около этой клетки, о, птичка, птичка. Один раз даже было такое, что, да, что-то лимула клетку, как-то выпустила её, и дверь открылась, либо как, в общем, короче, птичка, лучиком мы её называли, вылетела из кабинета. И вот она, охотница наша, собака, в лёд она её схватила, она повредила ей крыло, утащила её за кресло, вон там, вот её любимое место, за кресло забьётся, и там лежит. Еле отобрали. Что значит отобрать её, так сказать, добычу, чего там это стоило? Крылышко повредили, но как-то дыбалось и славу, как-то всё это обошлось. И вот, ой, прошлым летом вздумалась мне красить плинтуса в кабинете у Даши. Ну, думаю, да, по птичке, так сказать, краска вредна для птички, я решила вынести её с дуру-то на балкон, на тот, а он зашит был уже пластиком полностью. Западная сторона, солнце печёт неимоверно после обеда, я вынесла, значит, на балкон, балкон закрыла, ну, балконную дверь в комнату, в спальню, и крашу себе. Крашу, значит, покрасила, чтобы выглядело всё это всё. Даша приходит потом с работы, пошла на спальню, открывает двери на балкон, говорит, мама, лучик-то лежит, где, как, я туда. Да, короче, бедная наша птичка лежит вверху лапками, тепловой удар. Вот, вы представляете, старая дура. Это ж надо было не подумать, что вот при этом пекле, лето, пластик, всё это нагревается. Как я только себя не гляла, как только я себя там не обзывал, ну, что делать. Пришла, похоронила нашу бедную птичку, нашу волочек, нашу кнорику. Вот такая вот судьба о наших... Ну, тем не менее, хочется закончить на такой оптимистической ноте, пока наши животные с нами. Мы их любим, мы за ними ухаживаем. Без нас они никак, так же, как и мы без них, конечно. Конечно, и поэтому это доставляет огромное удовольствие, их поведение, их отношение к нам. Вот, просто без этого и никак. То есть, жизнь мы свою не представляем без наших животных, чего и вам желаем. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok